Дисбактериоз, микрофлора кишечника, ферменты и проростки семян. Здравствуйте, уважаемые зрители! Те, кто хочет знать, а не верить, кто любит думать, а не получать усредненную, разжеванную и зачастую необъективную информацию бездумно, как поступают некоторые блогеры от ЗОЖ, подпитывая людей такой бездоказательной, часто ложной и примитивной информацией. Мои лекции для тех, кто понимает, что важно именно знать, а не просто верить кому-то на слово, даже если верить хочется, особенно, чтобы успокоиться и жить в сладком самообмане. Мои лекции для тех, кто хочет узнать не только то, что делать, но и понять, зачем это нужно делать. Моя сегодняшняя лекция – это продолжение моей рубрики «Век живи, век учись», то есть одного из моих разделов плейлистов на моем канале в YouTube. Сегодня вы узнаете, что такое дисбактериоз, что это за состояние и каковы причины дисбактериоза, как протекает и к чему приводит хронический дисбактериоз кишечника, как работает кишечная микрофлора и что это за бактерии, как работают ферменты, и не только наши эндогенные, но и ферменты в растениях, и зачем нам так необходимы проростки семян в пищу. Вы узнаете и о том, какая пища для нас естественная, а какая нет. Языком биологии и физиологии. Информация крайне важная для понимания причин многих болезней, состояния хронической усталости и всех основных заболеваний, так как и жизнь, и смерть начинаются с нашей пищи и системы пищеварения. Что же такое дисбактериоз? Дис – это отрицание. Например, дисбаланс, дискредитация. Ну, это понятно. Но когда мы говорим о дисбактериозе, имеется в виду нарушение слаженной, естественной работы кишечной, а именно слаженной работы симбиотической кишечной микрофлоры. Это состояние характерно при гибели части симбиотической кишечной микрофлоры и замещение этой пищевой экологической ниши патогенными условно-патогенными бактериями и не только ими, но и грибками, вирусами, простейшими одноклеточными организмами и паразитами, то есть гельминтами, глистами, в результате жизнедеятельности которых невозможно полное восстановление здоровой работы кишечника и желудочно-кишечного тракта в целом. Каковы симптомы дисбактериоза? Ну, во-первых, это урчание и вздутие в животе, газы и колики, плохой запах изо рта и от тела, неприятный вкус во рту, понос, запор и тому подобное. И как следствие, плохое всасывание из кишечника в кровь необходимых и незаменимых элементов питания клеток, то есть постоянная хроническая усталость, упадок сил, быстрая утомляемость, головные боли, тяжесть в животе, под глазами темные круги, прыщи, фурункулы, заеда в уголках рта, в перхоть и тому подобное. А проявление последствий таких хронических состояний еще больше. Дисбактериоз всегда сопровождается иммунодефицитным состоянием организма, когда человек часто простужается, заболевает ОРЗ, ОРВИ, всевозможными бронхолегочными заболеваниями и медленнее выздоравливает, нежели прежние. Усиливаются или возникают аллергии, берут над организмом вверх грибковые поражения с характерными проявлениями на коже, такими как диатез, нейродермит, дерматит и так далее. Смотрите обязательно мою лекцию по грибкам и кожным поражениям. Если не лечить дисбактериоз кишечника, то нет смысла лечить такие заболевания, как, например, болезнь Крона или другие аутоиммунные заболевания, язвенные колиты, панкреатит, холецистит и так далее, так как их не вылечить без нормализации работы желудочно-кишечного тракта. Внимание! Любые заболевания ЖКТ могут и сопровождаются дисбактериозом. Что является причиной и причинами дисбактериоза? А таких причин много. Во-первых, раннее прекращение грудного вскармливания матерью ребенка. Второе. Искусственное вскармливание ребенка. Третье. Кесарево сечение, так как ребенок не проходит через родовые пути. Четвертое. Антибиотики и химические добавки в еде, рафинированная пища. Пятое. Облучение, химиотерапия, прием цитостатиков, гормонов и тому подобное. Шестое. Алкоголь, курение и прием других нелегальных наркотиков. Седьмое. Операции на кишечнике, поджелудочной железе, желчном пузыре, пищевые отравления. Восьмое. Арматизаторы, химические, конечно. Разрыхлители, консерванты, красители и так далее в еде и в воздухе. Девятое. Химический сахар и кондитерские изделия, хлебобулочные изделия. Десятое. Неестественное, невидовое питание человека в целом, то есть жареная и вареная пища в больших количествах с малым количеством живой естественной пищи. Одиннадцатое. Стрессы и, как их следствие, спазмы сосудов, в первую очередь сосудов брюшной полости. Двенадцатое. Плохая экологическая обстановка и загрязненная среда обитания в городах. Тринадцатое. Наличие гельминтов, то есть паразитов в организме и грибковых инфекций. Это основные причины. А почему так происходит? Бактерии есть везде. И в воде, и в почве, и в воздухе, вокруг и внутри нас. Их тысячи и тысячи видов. И не все нам полезны. Есть и те, без которых мы и любые иные животные на нашей планете не могут жить, так как именно бактерии нам помогают перерабатывать, переваривать, утилизировать съеденную нами пищу. Так как наших эндогенных ферментов всегда недостаточно для переваривания всей этой пищи, что мы потребляем, особенно теперь, в 21 веке. Бактерии обитают у нас и на коже, и на слизистых поверхностях мочеполовой системы, и в кишечнике, в носоглотке, и в других местах организма. Без них само существование биосферы нашей планеты было бы невозможным. Но всем бактериям, бог, боги или природа, кому как больше нравится, предусмотрела свое место обитания и свое время работы на определенной пище. Микрофлора кишечника, хотя правильнее было бы назвать ее микрофауной, так как бактерии не относятся к царству растений, а относятся именно к царству животных, но будем все же называть ее привычным словом микрофлора. Так вот, это совокупность разных видов кишечных, специфических бактерий, которые между собой и с нами, как с хозяином их дома обитания, устанавливают симбиотические, то есть взаимовыгодные формы сотрудничества. Мы поставляем им пищу, а они вырабатывают для нас часть жизненно необходимых питательных элементов нашей жизни в результате потребления и переработки клетчатки, но только живой клетчатки. Это и витамины, как результат выработки бактериями этих питательных для нас элементов, и ферменты, и жирные кислоты, и аминокислоты, и иные биологически активные вещества, почти все, что только нам может быть необходимо. Внимание! Кроме минералов. Они либо поступят в наш организм напрямую с пищей, либо не поступят вовсе. Микрофлора кишечника синтезирует почти все витамины группы В, витамин К, который поддерживает должную концентрацию протрамбина для обеспечения нормальной свертываемости крови. Его дефицит, кстати, это легко возникающее кровотечение, износа и кровоточивость десен. Действительно, все незаменимые и заменимые аминокислоты, то есть протобелки наших будущих клеток и тканей организма синтезируют наши кишечные микрофлоры. Помните об этом. Особенно важно знать и помнить об этом дорогим диетологам, которые до сих пор толдычат о необходимости потреблять для получения нами необходимых белков, мяса и другие продукты животного происхождения. Нет. Проблема недостатка белка в организме, например, у веганов, бывает только по нескольким вполне определенным причинам. Это паразиты, грибки, дисбактериоз и очень редкие болезни, о которых не стоит и говорить сейчас. Да, а то забуду, как обычно. Я настоятельно рекомендую вам подписаться на мой данный канал в ютубе. Кто еще не подписался? И не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые, очень важные видео. А нажав на колокольчик, вы будете получать уведомления о выходе моих новых видео. И не забудете их посмотреть, особенно те, которые будут вам интересны. Поделитесь моим видео в соцсетях, подпишитесь на мои сайты по здоровью и по продуктам, конечно, если сочтете это нужным. Тогда вы будете получать важные рассылки, письма, уведомления. Кстати, нормальный водно-солевой обмен, перистальтику и необходимую кислотность кишечники поддерживает именно кишечная микрофлора. Она также способствует выводу из организма шлаков, разрушает мутагенные вещества, бифидобактерии кишечника, воздействует на липидный, то есть жировой обмен организма, путем снижения холестерина низкой плотности в сыворотке крови. Кишечная микрофлора поддерживает нормальный обмен веществ. Если человек худеет или толстеет, то это показатель нарушения работы кишечной микрофлоры в любом случае, помимо возможных прочих вариантов. Сейчас среди медиков распространено заблуждение о том, что многие витамины и иные важные элементы питания, хоть и синтезируются в кишечнике, но не могут всосаться в кровь из него. Так вот, это действительно так, но только в том случае, если и потому может быть, что если кишечная микрофлора нездорова, если есть дисбактериоз и имеются определенные болезни, которые просто мешают этому всасыванию и усвоению. Чистый и здоровый организм, потребляя естественную, полноценную органическую растительную пищу, всегда получит все вырабатываемые нашей кишечной микрофлорой питательные вещества, включая любимые многими противниками веганства и сыроедения витамин В12, чтобы понять о нем и более никогда в жизни не возвращаться к размусоливанию этой темы об В12, обязательно посмотрите вот эту мою лекцию про витамин В12. Еще одно важное свойство кишечной микрофлоры, это побочный продукт жизнедеятельности колонии бактерий, это выработка тепла, это тепло греет наш организм, греет нас, именно наш толстый кишечник с его огромной массой полезной нам микрофлоры, да, это отопительная батарея нашего организма. Но не все бактерии нам полезны и являются нашими симбионтами. Есть и вредные, условно-патогенные и об этом дальше. Важно понять, что усвоение минералов и иных питательных веществ из кишечника при дисбактериозе затруднено, и только здоровая кишечная микрофлора способствует усвоению ряда минералов. Кальций, магний, железо не могут в полной мере усвоиться без здоровой кишечной микрофлоры, потому, не вылечив дисбактериоз, бесполезно лечить железнодефицитную анемию, к примеру. Да, она, кстати, очень часто бывает и по причине наличия в организме паразитов, о чем я говорил в своих лекциях, например, по паразитам. К примеру, наличие аскорид, которые питаются непосредственно из кишечника кровью, нашей кровью. Это обязательно надо учесть. Смотрите эту мою лекцию по паразитам. Поймите, ну нельзя потреблять белый хлеб, макароны, сладкие напитки, так называемые, и так далее. Это не пища, не еда. Это ведь не растет на грядках, на деревьях и даже не бегает по лесу. И эти суррогаты еды вполне естественно и справедливо приводят вначале к запорам и к иным болезням ЖКТ, а впоследствии к полипам и к раку. Мясо, в связи с тем, что оно, то есть мышечная ткань убитого животного, не видовая пища человека и в организме ничто не приспособлено для его переваривания, да оно потребляется человеком еще и в вареном, жареном, то есть медленно продвигается по кишечнику, полностью разлагаясь только благодаря патогенной микрофлоре кишечника. Да, она не дает нам быстро погибнуть от отравления гниющими белками, мяса того же, но убивает нас медленно токсинами, выделяемыми этими патогенными бактериями в результате своей естественной жизнедеятельности в нашем кишечнике, в нашем организме. На это уходят годы и десятилетия, кому как повезет, но в конечном итоге это рак и другие страшные заболевания. Подробнейшим образом я поясняю эти процессы в моей лекции «Девять причин болезни» и лекции «Пищеварительная система организма». Обязательно посмотрите их. При таком питании естественная микрофлора кишечника никогда не станет работать в полную силу, поскольку всегда ослаблена более сильными конкурентами, то есть условно-патогенными микроорганизмами. Если уж есть хлеб, к примеру, то тогда хлеб из пророщенного зерна. Пищеварительная система это сложная система, до сих пор полностью не исследованная и не понятая многими учеными. Ведь до сих пор открывают и новые гормоны и ферменты пристеночного кишечного пищеварения, о котором раньше и вовсе не знали. И даже некоторые ученые хотят выделить кишечную микрофлору чуть ли не в отдельный орган, ведь метаболическая активность кишечной микрофлоры не ниже, а даже превышает метаболическую активность печени. Вот настолько важна ее работа. Но опять-таки же неверно понимаемая многими исследователями, которые изучают отдельные органы системы организма, но не весь организм целым. А это проблема современного образования медиков, проблема современного образования ее неакадемичность, зацикленность на своей вере, в основу якобы естественности привычных привычек цивилизованного общества, пищевых привычек, через призму которых и идут все эти исследования. Ну и конечно же лень в желании познания нового, тем более беспристрастного познания, тем более беспристрастного познания нашего организма и мира живой природы вокруг нас. О работе системы органов пищеварения я подробно рассказываю в своей лекции по пищеварительной системе. Обязательно потом ее посмотрите. А потому на этом сейчас застрять ваше внимание я не буду, а лишь скажу, что пищеварение начинается в ротовой полости, в которой пища измельчается и обрабатывается слюной с ее ферментами, в том числе птиолином, то есть слюной амилазой, которая уже в ротовой полости, если пищу долго жевать, как это и должно делать, начинает перерабатывать пищу. Но какую пищу? А это углеводы. Конечно, потому что мы не хищники. Других ферментов, например, расщепляющих белки, как это делает фермент поджелудочной железы трепсин, у нас нет в ротовой полости. Вырабатывается в ротовой полости и, например, лизоцима. Это антибактериальный агент фермент класса гидролаз, который препятствует гниению и брожению пищи и сдерживает размножение патогенной бактериальной фауны во рту. Есть во рту и необходимые, например, лактобактерии, которые противостоят патогенной микрофлоре и многие другие бактерии тоже есть в ротовой полости. Если с хроническим дисбактериозом и с возрастом, то есть с долгим неестественным образом жизни, когда запас прочности именно с годами такой жизни быстро иссякает. Когда в ртовой полости количество лактобактерий, да, к молоку они, кстати, никакого отношения не имеют, для справки, количество снижено, то эти уже не обезвреженные патогенные бактерии поступают в желудок в больших объемах, нежели при нормальном их количестве и работе лактобактерий. И тогда, несмотря на то, что соляная кислота желудка прекрасный бактерицидный барьер, но часто пас желудка сока снижается, и тогда эти патогенные бактерии проходят через второй инфекционный барьер нашего организма с желудок, и они поступают в тонкую кишку, а далее в толстую кишку, и уже нарушают равновесие микрофлоры кишечника. Если же у человека хронический панкреатит или хронический холецистит, то они всегда сопровождаются пониженным PH сока желудка и провоцируют дисбактериоз, так как болезни по одной не приходят, одна всегда цепляет, провоцирует возникновение следующей, поскольку в организме все взаимосвязано, а не изолировано, сразу вам дам совет для таких вот состояний. Перед едой пейте воду по полстакана не более с небольшим количеством гималайской соли, разведенной в этой воде, ну, либо каменной соли, или слабую концентрацию яблочного уксуса, чтобы увеличить концентрацию соляной кислоты желудка. И еще важный совет. Надо есть малыми порциями, чтобы желудочный сок смог обработать, то есть уничтожить по максимуму инфекции, попадающие с пищей к нам в организм. С большими объемами съеденной за раз пищи это сделать просто невозможно в полной мере. Учтите это. В здоровом желудке содержится соляная кислота с PH1-2,5, чтобы частично разобрать белки в том числе, то есть их денатурировать, и главное, чтобы уничтожить вирусы, грибки и бактерии, попавшие в организм через ротовую полость с пищей, чтобы они не попали в тонкий кишечник и дали в кровь. Это тоже не понимают многие ученые и тем более врачи, что желудок не орган для переваривания мяса, как некоторые говорят, во что они верят, считая это за правду, за знание, а это орган и барьер на пути попадания в тонкий кишечник, значит во все части нашего организма инфекции. В здоровом тонком кишечнике в его верхнем отделе не должно быть много бактерий, так как туда выбрасывается желчь печени и ферменты поджелудочной железы, попадающие в двенадцатиперстную кишку по общему желчному протоку через ампулу, тормозя их размножение. Но это так, у кого нет дисбактериоза, а вот в нижних отделах тонкого и во всем толстом кишечнике много бактерий. И вот тут самое главное и самое интересное только начинается. Общее число всех микроорганизмов, обитающих в желудочно-кишечном тракте человека, больше в 10 раз, чем всех клеток нашего организма, представляете? Общий вес всех бактерий желудочно-кишечного тракта от 1 до 5 килограмм. В одном грамме содержимого толстого кишечника, где бактерии больше всего, их содержится до 250 миллиардов, это в одном грамме. В организме более 500 видов бактерий. Баланс здоровой микрофлоры это минимум 90% на 10 в пользу симбиотической кишечной микрофлоры. Наше здоровье зависит напрямую от работы и баланса нашей симбиотической микрофлоры. А это зависит от нашего питания в первую очередь и во вторую от иных факторов нашей жизни, о которых я подробно рассказываю в моей лекции 9 причин болезни. То есть не только переваривание, но и усвоение, всасывание питательных веществ, питательных элементов зависит от работы нашей кишечной микрофлоры напрямую. Кстати, на рацион питания, который нам показан природой, указывает сама кишечная симбиотическая микрофлора, которая потребляет именно живую клетчатку и сложные долгие углеводы и перерабатывает их на простые, быстрые, в основном глюкозу. Ферменты, которые синтезируются нашими симбиотическими микроорганизмами, обитающими в толстом кишечнике, осуществляют такое симбиотическое пищеварение, при котором они перерабатывают те соединения вещества, которые не могут перевариться нашими ферментами организма. Это высокомолекулярные полисахариды, клетчатка, некоторые олигосахариды и пектины. Но это и есть пища для нашей симбиотической кишечной микрофлоры. Симбиотическая микрофлора питается углеводами, то есть наша видовая пища это углеводы, а вернее, точнее, плоды. Разумеется, в них, в плодах не только углеводы содержатся, но в ней точно нет высокомолекулярных белков, которых много в животных продуктах и частично в бобовых, особенно сои. А патогенная микрофлора преимущественно переваренными белковыми остатками, которые не смогла переработать наша ферментная система желудка в виде соляной кислоты фермента пепсина и поджелудочной железа в виде фермента трепсина, не приспособленные для переработки животных сложных белков, да еще в таких больших количествах, в которых неразумные люди пичкают себя ими по нескольку раз в день. Если человек потребляет много животной пищи или больной человек, особенно с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, аутоиммунными заболеваниями, тем более онкологией, то они никогда не излечат свои проблемы, свои болезни, как бы и что бы они ни делали, пока не изменят питание и не исключат из своего рациона неестественную пищу для нашего вида, пока соотношение симбиотической микрофлоры и патогенной микрофлоры 9 к 1, то симбиотическая микрофлора, обладая антагонистическими свойствами по отношению к излишнему количеству вредных бактерий и активно подавляет их развитие, удерживая свою вот эту пропорцию и здоровье. Кстати, чтобы сохранить здоровье необходимо и питаться, если не только живой пищей, то хотя бы в том же соотношении 90 на долю живой и 10% на долю мертвой, то есть термически обработанной пищи, из которой не более 20% животной, а лучше и вовсе без нее обойтись. Но если количество пищи неестественной и мертвой увеличивается, растет число патогенных микроорганизмов и равновесие тогда нарушается, и мы получаем дисбактериоз. А можно ли на живом питании получить этот дисбактериоз или избавиться от него? Конечно, и причин там очень много. Это и совмещение несовместимой пищи за один прием, например, сухофруктов и орехов, то есть сладкого углеводов и белкового продукта, например, гороха, чечевицы и тому подобное. Это запивание пищи водой, разбавляя концентрацию пищеварительных ферментов, да и кислоты желудка, а тем более не водой, то есть растворителем, а раствором, то есть, тогда и не пеняйте на сыроедении, что, мол, оно не работает. Как говорят, не пеняйте на зеркало. Вы не работаете, а не оно сыроедение не работает. Не пейте много фруктовых соков, а пейте овощные соки с зеленью, как говорил Норма Нокер. Это еще и те причины, о которых я поведаю далее. Сейчас любят говорить о том, что на сыроедении веганстве невозможно получить из пищи нужное количество, например, любимых всеми диетологами и врачами аминокислот, особенно незаменимых, для построения необходимых белковых молекул во всех органах и тканях нашего организма, поскольку в растительной пище аминокислоты находятся в естественной связи с клетчаткой, а полностью переварить клетчатку трудно или даже нельзя. Так говорят эти специалисты. Ну, это и так, и не так. И это зависит как раз от наличия или отсутствия дисбактериоза у данного конкретно взятого человека. У кого четко и слаженно работает наша, положенная от природы симбиотическая естественная кишечная микрофлора, у того этих проблем с неперевариванием и неусвоением пищи и извлечением из нее питательных элементов, в том числе аминокислот, нету вовсе. Еще меньше сложности у тех, кто при переходе на строение ведет активную, трудовую или спортивную, подвижную жизнь. У кого мышечная активность высокая, в том числе на мышце пресса, кто много потеет, у кого хорошо работает лимфатическая система и все выделительные системы, ну вот из-за этого активного физического труда. А есть ли мясоеды, кто, как любят говорить диетологи и бездумно за ними повторять дилетанты, питается сбалансированно, как они привыкли, к чему они привыкли и у кого при этом есть проблемы и с усвоением, и с дефицитом тех или иных питательных веществ, конечно есть. У миллионов людей, у миллиардов людей в мире есть проблемы, как есть и миллиарды болезней, от чего эти миллиарды людей погибают раньше своего природы заложенного срока. При переходе на живое растительное питание почти все люди совершают ошибку, даже не одну, и все точно рискуют, а потом во всех своих неудачах винят сыроедение, веганство, но не себя. Так вот взрастить, изменить кишечную микрофлору не быстро и не всегда просто. Надо патогенную микрофлору заместить симбиотической. На это нужно и время, и знание, и труд, ведь при смене типа в питании меняется и относительная стабильность систем, меняется дисбаланс сил микромира организма. Одни бактерии уже не работают в полную меру, то есть условно патогенные, которые не давали нам быстро погибнуть ранее, пока мы употребляли мертвую термически обработанную пищу, а другие бактерии еще не начали работать в полную силу и нет той еще необходимой критической массы симбиотических бактерий определенных видов для переваривания новой пищи с высоким содержанием и тем более грубой сырой растительной клетчатки. А тогда в этот переходный период и поджелудочная железа работает на износ, а если еще и паразиты присутствуют типа анкилостом, например, в печени или в панкреатических протоках или лямбли, если есть хронические заболевания, то они могут и обостриться. Что и происходит у тех, кто любит теперь, возомнев себя опытными, да еще и специалистами, записывать идиотические, а логичные ролики публиковать в сети по поводу проблем на средней, абсолютно ни в чем, не разбираясь, не понимая биологию, биохимию, вот этот бред. Лучше бы записывали ролики о своих проблемах с образованием и логикой, было бы честнее и разумнее, по крайней мере. А если до кардинального изменения питания вы не избавились от паразитов и грибковых поражений, то почти всегда проблемы будут. И у многих довольно быстро, но в том не само сроедение виноват, и не оно вообще, а вы, ваши ошибки и чрезвычайная неадекватная уверенность в себе, или в чужой идее, или в своей, не вполне понятной, не вполне осмысленной, не продуманной. Ну, в общем, я рекламирую учебник логика, вот этот. Мы симбиотические организмы. Как и все животные, мы не можем жить без бактерий. Эти симбиотические связи начинаются зарождаться в нас с самого рождения, в процессе прохождения плода через родовые пути и существуют до нашей смерти. Но своим дальнейшим, после рождения и кормления нас матерями своим молоком, питанием, мы формируем эти симбиотические связи с отклонениями от видовых трофических рамок нормы в ту или иную сторону. То есть, ближе относящихся к природной видовой пище человека, если он придерживается видового и адекватного питания или к неестественной, то есть, жареной животной пище. Если он новый, формирующийся, подрастающий человек по вере или привычке, бессознательно навязанной своими родителями с детства и сформированной вот этой пищевой зависимостью, навязанной обществом и желаниями, уже в подростковом периоде был и остается намертвой, термически обработанной, тем более, животной пищи. Чем больше в пище вареной, жареной, термообработанной вот этой еды, тем больше патогенные бактерии внутри нас формируют симбиотику кишечника. Кстати, в термообработанной пище нет жизненно необходимых нам для нормального пищеварения ферментов вообще нет. Да, эти патогенные бактерии тоже нужны нам при обычном, привычном, неестественном, невидовом питании, так как они не допускают просто нашей быстрой, верной, неминуемой гибели от отравления токсинами, от гниющих белков, так как поскольку перерабатывают вот эту ту часть пищи, которая не может переработать наша система эндогенных ферментов организма, то есть ферментов желудка и двенадцатиперстной кишки и всего кишечника. И эта относительная стабильность позволяет долгие годы при прочих верных и приемлемых условиях жизни поддерживать это качество жизни и силы на более-менее стабильном уровне. В прошлые века эта стабильность была дольше, но теперь пора забыть про бабушек и дедушек. Такого больше не будет ни у вас, ни у ваших детей тем более, так как за последние десятилетия добавились новые очень вредные факторы воздействия на нас, которые на бабушек и дедушек в их молодые годы формирования не действовали. От бытовой химии и химических продуктов и не экологического образа жизни до прочих десятков факторов. Пора прекратить читать мантры и самоуспокаиваться дедушкиными достижениями. Хватит уж глумлений над здравым смыслом и жизнью. Смотрите все мои лекции по долголетию долгожителям и тогда сможете объективно судить об этой теме полно и здраво, без иллюзий и самообмана. А скажите себе, вот почему длительно и, например, принужденно голодающий человек, поев после долгого голодания, как это было много раз подмечено в народе и докторами прошлого, во время блокады, войн и тому подобное, получив возможность и поев сразу, например, мясо, просто погибают, как говорят в народе от заворота кишок. Да потому, что после долгого голодания еще не размножилось достаточного количества условно-патогенных бактерий, которые погибли в основной своей массе при этом долгом голодании, не получая свою пищу, привычную, свою, родную пищу, которые, размножившись в достаточном количестве при плавном начале приема пищи от легкой к более тяжелой малыми порциями со временем, станут вновь способны перерабатывать денатурированные белки вареного или жареного мяса, да и тем более любой вареной пищи в той или иной степени. Вот что такое кишечная микрофлора, вот взаимосвязи, вот понимание естественности и неестественности потребления той или иной пищи. Точно так же, плавно и еще более времени уйдет на формирование естественной микрофлоры в процессе замещения ее с патогенной на свою родную плавным переходом на живую пищу с соблюдением всех мер, которые могут этому помешать и противостоять. Что такое адекватное видовое естественное питание человека, смотрите в мои полные лекции 9 причин болезней или в короткой выжимке из нее в лекции 9 причин болезней часть 2. И обязательно посмотрите мою полную лекцию по пищеварению, тогда вы уже многое будете знать и понимать, а не верить. На первых порах при переходе на видовое адекватное человеческое питание, то есть на вегано-сыроедение, просто необходимо учитывать и потреблять те продукты в таком соотношении, чтобы не было недостатка ни в каких аминокислотах и в иных питательных элементах, то есть в витаминах, жирных кислотах, минералах. И все это из естественной пищи можно и легко можно получить, кроме так всем жизненно необходимых микроэлементов. Об этом смотрите мои лекции по экологии и по фокусу и поймете, почему никто в наши дни не может из любой пищи получить все минералы. Вот эти лекции. Так вот, плавно изменив свое питание на естественное человеческое, в дальнейшем людям, имеющим биологические знания, например, полученные из моих лекций. Не стоит слишком беспокоиться о балансе аминокислот, получаемых непосредственно из пищи. Если вы понимаете суть процессов пищеварения, биохимии, то есть надо не забывать, надо знать и помнить, что здоровая кишечная микрофлора синтезирует нам и все аминокислоты, в том числе все незаменимые. И если паразиты, живущие в кишечнике того или иного человека, не потребляют больше, чем нужно самому организму хозяина, то есть не может быть никаких проблем с белками вообще. И быть не может в принципе, так как из пищи непосредственно все аминокислоты можно получать и посредством работы нашей кишечной микрофлоры тоже можно получать. То есть двумя способами они дублируют друг друга при недостатке из одного. А помочь нам всем, особенно тем, у кого есть проблемы с ЖКТ, у кого ослаблен иммунитет, могут именно проростки. Они помогут вам и своим уникальным питательным составом, в первую очередь большим количеством натуральных витаминов, которые, кстати, в процессе прорастания до 5-7 дня увеличиваются до 20-30 раз, в отличие от спящего семени и своими ферментами, которые не только помогут переварить ту пищу, с которой они, эти ферменты, находящиеся в проростках, поступили, но и частично иную съеденную вами пищу и, значит, снимут изрядную нагрузку с вашей поджелудочной железы. А также они наладят работу наших симбиотических бактерий, размножив их быстро и таким образом снимут возможности дисбактериоза, укрепив и местный иммунитет кишечника и иммунитет всего организма в целом. Что же делать, как лечить и как не допустить дисбактериоз? Так, пробиотики и ферменты. Есть пробиотики и ферменты, если они натуральные и симбиотические нам, качественно произведенные, то их можно использовать курсами для внутреннего приема. Эти рекомендации есть в нашей совместной лекции с Бутаковой видеосеминаре, которая называется «Здоровый кишечник». Вот оно. Ссылка на это видео будет дана под данным видео. В конце видео Бутакова дает очень хорошую комбинацию из трех пробиотиков и ферментов, которые я рекомендую потреблять в запущенных ситуациях курсами по 2-3 месяца к ряду. Пробиотики – это живые бифидумы, лактобактерии. И принимать их можно только проглатывая их в капсулах, так как они должны попасть не убитыми, не переваренными кислой средой желудка в кишечник. Именно там начать трудиться. Но помните, что это все временные меры, чтобы дать организму как бы передышку, чтобы позволить напитать его жизненно необходимыми и так недостающими элементами в период долгого дисбактериоза, когда всасывание в кровь и минералов, и витаминов затруднено. Дело в том, что все же это не родные нам штаммы бактерий. У каждого человека свой состав, индивидуальный состав кишечной микрофлоры. Разные пропорции популяции определенных видов бактерий в нас обитают. А эти из препаратов, хоть и живые, но они не в нашем организме образовались и долго жить там не смогут. Обычно 2-3 недели. И весь эффект сойдет на нет. После прекращения приема этих пробиотиков. Но и ферменты тоже важны. Они временно разгрузят вашу поджелудочную железу и дадут вам время ее восстановить. А восстанавливается поджелудочная железа только в момент голодания. То есть, не приема пищи, когда она не выделяет свои ферменты нам для переваривания этой пищи. Так вот, эти меры скорая помощь, но не лечение. Пробиотики вполне можно применять, но это не лечение. Но лечение есть. И опять же, все естественно и просто. А как? Да просто надо стимулировать размножение своих собственных бактерий, своих колоний. Стимулировать их можно естественно, их родной пищей. И это клетчатка, это пектины, олигосахариды. То есть, это живая растительная пища. Это их пища, значит, и наша тоже. Как бы кто не фантазировал, и как бы кто во что не верил, это просто жизнь, как она есть, по факту. Наш организм сам не синтезирует такие ферменты, которые расщепляют пектины. И симбиотические бактерии имеют пектинолитические ферменты. А в результате переваривания бактериями пектинов, кстати, образуется большое количество органических кислот, которые защищают стенки толстого кишечника от разного рода повреждений, что противодействует, предотвращает появлению росту и полипов, и онкологии кишечника, по крайней мере. Так вот, пектины – это высокомолекулярные полисахариды, присутствующие в растворимой и нерастворимой форме во всех живых растениях. Нерастворимые пектины – это клеточные стенки и межклеточное вещество в растениях. Растворимые – это вещество, содержащееся в клеточном соке. Пектины замедляют и подавляют в кишечнике процессы газообразования, то есть гниения, адсорбируют и выводят многие токсические вещества из организма, препятствуют их всасыванию и даже частично выводят из организма тяжелые металлы и радионуклиды. Они увеличивают вязкость кишечника и тем самым замедляют, кстати, всасывание глюкозы, в результате чего не растет резко уровень сахара в крови и нет перегрузки поджелудочной железы по выработке и выделению в кровь гормона инсулина. Это особенно важно знать больным сахарным диабетом. Кстати, посмотрите мою лекцию по лечению болезней сахарного диабета, кому это интересно и нужно. Пектины способствуют всасыванию многих жизненно важных минералов, в первую очередь магния и кальция, что особенно важно для больных сердечников, гипертоников, важно людям с болезнями опорно-двигательного аппарата. По сути, это все плоды, корнеплоды, зелень, данные нам в пищу, но самым лучшим продуктом по содержанию пектиновых структур это проростки. Для устранения последствий приемов курсов антибиотиков лучше всего применять проростки глазерного овса, как я это подробно рассказываю в своем мини-инфопродукте номер один. Крайне важная составляющая растений для нас это клетчатка. Клетчатка это нерастворимый в воде полисахарид, основная составляющая, помимо пектина, клеточных стенок растений. От нее зависят качество стула, нормальная работа пищеварения в целом, удаление токсических веществ и перистатика кишечника. Потребление пророщенных семян это гарантия качественной работы ЖКТ, укрепление иммунитета и питание организма с вареной и жареной пищей никогда. Потому тем, кто потребляет неестественную, но такую вкусную и привычную пищу, просто жизненно важно применять, потреблять проростки 2-3 раза в день по 1-3 столовых ложки. Проростки необходимо долго жевать и проглатывать уже в жидком виде, чтобы эта масса обработалась слюной и ее ферментами и процесс пищеварения запустился сразу и в полном объеме. Можно использовать и блендер, но часть питательных веществ и ферментов при этом разрушается. Используя в пищу вот эту однородную массу после блендера, все равно необходимо не менее 2-3 минут держать во рту и пережевывать до момента ее проглатывания не менее 2-3 минут. Сыроедам, кстати, тоже необходимы проростки. Хотя бы по 2 столовые ложки 2 раза в день. Дисбактериоз, если нет глистов и серьезных поражений грибками, например, системным кандидозом, то при начале потребления проростков этот дисбактериоз должен пройти через месяц-полтора-два. Можно есть проростки в больших количествах, чем я указал. Это не критично, можно есть и 200-300 грамм в день и больше вреда никакого не будет, а польза обязательно. Посмотрите лекцию о моложении. Как потребляет проростки Аннет Ларкинс? И сколько? Самые полезные проростки это из амаранта, кунжута, глазерного овса, чечевицы, маша, нута, гречки. В них при прорастании сложные соединения распадаются на более простые, например, белки, на аминокислоты, полисахариды, например, крахмалы, на моносахариды. Не нужно потреблять все проростки в перемешку, все подряд, а лучше так, одну неделю одни, другую неделю другие, ну или хотя бы через 2-3 дня менять. Все народы издревле потребляли проростки в пищу и как лекарство при болезнях, наряду с лечением травами и грибами. Но вот на Руси, к примеру, первое сохранившееся письменное упоминание о проростках приводится в народном травнике 17 века, который называется прохладный ветроград, в котором, в частности, говорится о уникальном продукте, полученном из пророщенных семян пшеничных зерен старых сортов наподобие полбы и спельты, называемом пшеничный ил. Пшеничный ил все внутренности укрепляет и силы телесные утверждает, говорилось там. Этой пищей кормили больных людей, детей и кому нужна особая выносливость, воинам. Еще приведу один пример. В древности бичом моряков в дальних плаваниях была цинга, от крайней степени поражения которой умирало много людей. Так вот, впервые победил эту болезнь мудрый и всемирно известный капитан Джеймс Кук, который поил своих моряков специальным напитком на основе пророщенных семян бобов. Огромный труд в просветительскую научную сферу познания силы проростка внесла Энн Вигмар, которая в прошлом веке в Бостоне создала Институт здоровья Гиппократов, в котором лично более 35 лет вела специальные семинары, обучала людей естественному питанию и знаниям о проростке. Эти знания в прошлом веке распространились по США и по Европе, особенно широко стали и эти знания применятся даже в общепите. Во многих кафе и ресторанах стали делать отдельные блюда и целые меню, которые содержали в своем составе проростки многих культур. Много других исследователей и ученых приходили к выводам, что проростки это эликсир молодости и долголетия. Например, биолог из Швейцарии Карен Шмидт. Именно широкое распространение культуры потребления проростка в пищу привело к увеличению средней продолжительности жизни во многих странах Европы в последние десятилетия, ведь проростки потребляют там миллионы людей уже более полувека. Кстати, обязательно посмотрите вот это мое видео про Аннет Ларкинс, которое называется Омоложение. Обратите внимание, что она ест и что она пьет последние 50 лет. Во всем мире велись и ведутся научные исследования, которые дают фантастические результаты и говорят о том, что и так подсказывает здравый смысл и к чему наши предки без научных исследований давно пришли естественным путем. Важные и всеобъемлющие исследования проводились в Институте физиологии растений имени Тимирязева Российской Академии Наук под руководством профессора Обручевой. При проращивании семян спящие в них концентрированные сложные питательные вещества переходят в легкую усвояемую форму. И более того, уже с первого дня прорастания начинается активный синтез витаминов, доходящий при проращивании некоторых сортов семян. До 20-30 раз больше, нежели содержалось данных витаминов в этих же спящих сухих семенах. Как же просто получить такой полезный продукт питания в любом доме, квартире, в любой день, в любом уголке страны, да хоть на крайнем севере. И пора бы перестать уже говорить «Ну что же тогда есть? И как быть в условиях Сибири?» Как будто вы отрезаны от всего мира и дрейфуете на льдине в Северном Ледовитом океане. Я просто не понимаю. Но порой действительно можно только поражаться тому, что и как люди говорят, лишь бы не менять свою жизнь, лишь бы сладко привычно плыть по течению вот этой своей дремучей жизни до первых или до последних болезней. Ну как и делают люди, собственно. В своем отдельном будущем видео я расскажу подробно о конкретных видах семян, что они содержат, как их потреблять, с чем их можно совмещать. Но я уже давно создал мини-инфопродукт номер один, в котором описал уникальный старый рецепт использования проростков глазерного овса и рассказал о том, как правильно проращивать семена, чтобы не подцепить с ними какую-нибудь инфекцию. Кстати, не обязательно для проращивания использовать специальные заводские проращиватели, а можно и простые трехлитровые стеклянные банки. Но если вы хотите использовать именно проращиватели, то я рекомендую фирму, где их можно приобрести. Ссылка будет в описании под этим видео. Подведем итог. Вареная и жареная пища это мертвая пища. Промышленная пища в упаковках это смертельно опасная пища. Если ее вообще можно назвать таковой, и то по причине того, что люди ее просто едят. Так вот, живая пища, то есть овощи, фрукты, листовая зелень, стебли и корнеплоды это биоактивная, очень полезная, естественная, видовая нам пища. А проростки, дорогие друзья, это биогенная пища. То есть пища, дающая концентрат жизни, саму жизнь. Очень важные рекомендации по решению проблем со здоровьем я давал в своей лекции по сердцу и инфарктам. Посмотрите ее. Речь там идет не только о инфарктах. Я говорил там и о том, почему даже в органических, экологически чистых продуктах, выращенных без химии и далеко от дорог, все равно не хватает многих жизненно важных минералов, микроэлементов. И чтобы получить их простым способом, помимо проростков, помимо основной пищи, в наше время просто необходимо потреблять специальные суперпродукты, в которых они есть в полном составе. Из-за недостатка минералов развиваются многие проблемы, гормональные, кстати, в первую очередь. А эту причину врачи не понимают, потому что не учатся этому и не думают об этом. Знают только что-то про йод, что-то про селен, ну еще про какие-то минералы. Да и то урывочные неполные знания имеют. Достаточно, к примеру, потреблять фукус от двух-трех месяцев, иногда и месяца хватает, чтобы прошли любые проблемы, например, с щитовидной железой, от узлов до диффузного зоба и тому масса примеров. Сейчас я хочу привести эту почти дословную цитату из моего видео по инфарктам. Как бы кому бы это было неприятно, а такие всегда найдутся, кому поперек горло любая реклама, кто сразу делает алогичные выводы, что вся информация, данная по теме ранее, есть неправда, лишь на том основании, что вот теперь идет реклама. Так вот я вам скажу, вот вам реклама. И подумайте о том, что не все, что рекламируется, это плохо и неправда. А для разумных людей, которые закономерно зададут вопрос, а где же приобрести эти суперпродукты, так как у нас нет времени или желания проращивать семена, по крайней мере постоянно, где приобрести, чтобы подделку не купить. Я непременно отвечу сразу, чтобы потом не отвечать на сотни одних и тех же писем с этими вопросами, как это приходилось делать ранее и до сих пор переходится. Так вот мы производим сами и работаем именно с разработчиками и производителями этих суперпродуктов. И потому вы можете приобрести эти продукты, кстати, как и любые перечисленные мною, органические семена, любых культур для проращивания самостоятельного. Именно у нас на сайте нашем надгар.ру под этим видео будут ссылки. Итак, помимо проростков, для нормальной работы ЖКТ, устранения дисбактериоза и укрепления здоровья в целом нужно следующее. Я подобрал идеальную комбинацию таких продуктов. Дозы потребления я указываю для взрослых людей, а детям нужно делить норму потребления в то количество раз, в какое их масса тела меньше массы взрослого человека, равной примерно 60 килограммов. Во-первых, это фукус натив в гелеобразной форме. Наш вот этот фукус. Сухие водоросли, дорогие друзья, не дадут вам почти ничего. Смотрите эти два видео и поймете все сами. Потреблять фукус надо по 5-6 столовых ложек со средним верхом, даже с большим. До завтрака, часа за полтора, за два. Ну, от часа до двух в этом интервале. И на ночь две столовые ложки, но уже без большого верха. На один текущий месяц лечения должно уходить пять банок, не менее. Идеальный курс от двух-трех месяцев к ряду. Профилактика три раза в год по полтора-два месяца подряд. Второе. Дикая спирулина, именно дикая, она есть в порошке и есть в таблетках. Если в порошке, то начать надо с одной чайной ложки два раза в день во время еды и увеличив со второй недели применения до двух-четырех ложек чайных два раза в день во время еды в зависимости от вашего веса и потребности. Если их захотите в таблетках, то начиная с 7-8 штук до приеды, прямо перед едой или во время еды и до 15-20 таблеток два раза в день, примерно через неделю от начала применения. Помните, там 68% белка, есть все незаменимые аминокислоты и почти вся группа витаминов В, включая, кстати, противопухолевый витамин В17, лавитрил. Так вот, на один месяц вам потребуется примерно около килограмма спирулины на одного человека. Третье. Сок проростка пшеницы. Нужно тут или выращивать самому проростки, доведя до первого листа высотой 10-12 сантиметров и резать ножом или ножницами и прокручивать в соковыжималках двушнековых, ручных, или готовые коврики покупать, отжимая их, ну, либо просто покупать у нас в виде вакуумных таблеток, которые идут абсолютно без потери полезных свойств, первозданных только что отжатого сока и потреблять по 4 таблетки один, а лучше два раза в день за 10-60 минут в этом диапазоне до еды, запивая водой. Если два раза в день будете потреблять по 4 таблетки, что лучше для больных людей, то вам потребуется 4 баночки на один текущий месяц лечения и профилактики. Если 4 таблетки один раз в день, то 2 баночки на один текущий месяц лечения. Так вот, комбинация этих трех уникальных продуктов плюс проростки, амаранты, кунжута, глазерного овса и вы получите все, что только есть на нашей планете из элементов питания. Ну, разве что, кроме B12. Но это я уже объяснил выше, где и как посмотреть мою лекцию про B12. Ну, еще, пожалуй, витамин D3. Хотя, он есть в соке проростка пшеницы. Есть он и в белых грибах или, например, в нашем препарате грибном балетус. А витамин К и К2, например, они, во-первых, синтезируются нашей кишечной микрофлорой, здоровой, конечно, но они также содержатся в большом количестве в брокколи и шпинате. Поэтому потребляйте их. Кстати, их тоже можно у нас приобрести, если захотите, в виде вакуумного порошка, готового, удобного для использования. И по одной-две чайные ложечки можно добавлять в салаты. Ну, или потребляйте свежее и естественно. Теперь, чуть подробнее скажу о фукусе в связи с главной проблемой современного питания, то есть, тотальным недостатком микроэлементов в любой пище. Напоминаю о моей лекции по экологии. Там вы найдете подробные пояснения этой проблемы. И еще, кстати, в этой книге, к которой я написал главу «Почва, начало и конец жизни». Советую почитать. Фукус, дорогие друзья, это многоклеточная бурая морская водоросль. Морская вода содержит все минералы именно в той пропорции, что и наша, кстати, плазма крови один в один. Это факт. Но организм животных, как и человека, естественно, не может усвоить минералы неорганические, а может усвоить только в органической форме, то есть, в соединении со сложными органическими молекулами белков, углеводов. А в морской воде минералы находятся в неорганической форме. И только растения и человек. Потребляя растения, не подвергшиеся термообработке, получают эти минералы, конечно, если они есть в данном продукте. На суше таких мест, где почвы богаты всеми микроэлементами, уже почти нет. Значит, таких полноценных по минеральному составу плодов тоже нет. А вот морские водоросли, в особенности фукус, содержат в себе все макро и микроэлементы, так необходимые и жизненно важные нам для полноценного здоровья и долгой жизни. Все эти вещества в нем находятся в естественной, то есть, могли бы усвоиться почти на 100%, но проблема в том, что минералы в этих водорослях не могут усвоиться организмом человека из-за особых клеточных мембран, структур, состава этих водорослей и неподходящие для этого наши ферментные системы организма и даже для кишечных бактерий наших. А ведь их усвоение из фукуса было бы решением огромной проблемой, кучей проблем. Так вот, ученые всего мира более 40 лет пытались получить из клеток фукуса все необходимые жизненно важные минералы, так, чтобы они остались в хилатной органической форме. Но удалось это сделать, создать уникальную технологию бестемпературного отделения минералов путем вакуумной СО2-экстракции только одному человеку на планете. Это мой коллега, доктор наук Сова. Потому только наш вот этот фукус сделан именно так, чтобы все минералы сохранились в доступной форме для усвоения нашим организмом. Еще раз хочу обратить особое внимание. Сушеный фукус в листьях, в порошке. Это бесполезно, бессмысленно, а нужно только гелеобразный натив-форма, который можно приобрести у нас. Имейте это в виду. Так вот, болезни ЖКТ это первое показание к применению фукуса. Значит, первым делом стоит начать применять этот фукус. Кстати, в Англии ввели чиновника новую должность государственную, которая следит за закупками вот этого самого фукуса для клиник с болезнями ЖКТ. Ну, это о многом говорит, я думаю, как минимум. Так вот, за последние несколько лет тысячи людей, приобретя у нас фукус, изменили свое состояние. Конечно, комбинируя его и с другими важными и продуктами, и водой, изменили свое питание, образ жизни в целом, потому что только комплексные меры дадут серьезные улучшения со здоровьем и излечения, полное излечение от разных болезней. Не одна взятая мера, а комплекс мер. Так вот, а фукус, это профилактика еще не только всех болезней ЖКТ, но и онкологии. Это единственный из простых способов, как обеспечить свой организм, причем быстро, жизненно важными минералами. Этот фукус, кстати, еще и энтеросорбент, который выводит из организма яды и токсины. Форма его, гель, гелеобразная масса, хранить можно при запечатанной упаковке год, при вскрытой крышке, в холодильнике, до недели, поэтому съедать его нужно за 5-7 дней. Есть его можно и один раз в день, утром, полный объем необходимый, то есть одну пятую, одну шестую банки. Можно разделить на два приема, на три раза в день, вполне возможно, зависит от ваших возможностей по работе. Некоторые люди банку едят, кстати, за два дня и при исследованиях, а я просил некоторых таких людей, кто прям остановиться не может, ест и ест, проверить по минералам, нет ли дефицит. И что выяснялось, таких как литий, хром и других минералов, в десятки раз, до сорока раз у некоторых людей были дефицитные состояния. Вот вам и все. На этом все, дорогие друзья. Подписывайтесь на мой канал, обязательно нажмите на колокольчик, и только тогда вы не пропустите мои новые видео, так как будете получать уведомления о их выходе. Будьте здоровы, здравомыслия вам, и до новых встреч, до новых важных видео. Субтитры сделал DimaTorzok